Добрый день! Всем привет! С вами Маша Каганович, я маркетолог компании WesternBit. Сегодняшнее видео на тему продажи нескольких товаров. Ну или по-другому, по-английски называется bulk listings. Ну, то есть имеется в виду, если у вас есть несколько товаров, которые либо совершенно одинаковые, либо, возможно, они там только отличаются по размеру или по цвету, или, ну, там по каким-то некоторым небольшим характеристикам, или даже если вы хотите продать несколько товаров, разных товаров сразу. То есть все это не очень однозначно в eBay. Есть возможности, определенные в создании листинга, как и что можно поменять, а также в настройках, чтобы продажа таких, ну вот, нескольких товаров больше соответствовала вашей стратегии, вашему товару. Ну, например, там, предположим, если вы продаете несколько товаров, ваша пересылка будет стоить дешевле. Или, может быть, наоборот, в зависимости от размера, может быть, пересылка будет стоить дороже, но вы хотите сделать. Или дать покупателю скидку на товары, если они там покупают больше какого-то количества. Ну, в общем, в eBay есть много разных возможностей, как можно поменять там свои настройки, вещи в листинге, чтобы сделать продажу нескольких товаров более удобной. Сейчас в eBay все листинги выставляются good till cancelled. То есть такого, что было на 30 дней, теперь больше нет. То есть все товары выставляются навсегда, так сказать, до тех пор, пока вы сами не отмените его. Значит, если ваш листинг плохо продается, в принципе, вне зависимости, несколько там товаров или нет, то я советую вам его заканчивать и перевыставлять, потому что были новые листинги, все-таки хоть как-то появляются впереди поиска. Но если ваш товар продается хорошо, то в таком случае его ни в коем случае не нужно заканчивать, а нужно просто его продолжать, и eBay его будет постоянно продвигать вперед, потому что они видят, что этот товар хорошо продается. eBay, конечно, хочет и заинтересован, чтобы продавалось как можно больше вещей, поэтому он распознает те товары, которые продаются лучше и продвигает их вперед. Поэтому не торопитесь закрывать те листинги, которые у вас хорошо продаются. Ну и я покажу, собственно, как можно сделать out-of-stack option, чтобы, так сказать, даже если у вас закончилось это наименование, чтобы этот листинг не заканчивать. Но это в том случае, если он хорошо продается. Если вы думаете, что лучше, сделать несколько листингов одного и того же товара, но там по разным цветам, или все-таки вместить их всех в один и тот же листинг. Значит, здесь опять ответ не всегда однозначный, но вообще, в общем и целом, мы всегда рекомендуем все делать в одном листинге, особенно если этот товар хорошо продается, да, опять по той же причине, что eBay его будет продвигать. Ну и вообще просто покупатели любят принимать решения до покупки. То есть, если там в листинге будет возможность принять решение по размеру, по цвету, да, и покупатель это делает, то это увеличивает его шанс прохождения от корзины в кассу. То есть, реальной покупки товара. А если у вас, например, есть какой-то определенный цвет или определенный размер, который продается очень-очень хорошо, может быть, стоит создать для него, для этого листинга отдельное наименование. Вы, конечно, будете, естественно, экспериментировать и смотреть, что лучше работает для вас. Я в этом видео просто вам сейчас покажу, какие у вас есть опции и как вы можете это все дело подстроить под вашу стратегию, под ваш товар. Итак, вот мы находимся на страничке создания вашего листинга в eBay. Кстати, если вы хотите, чтобы я сделала такое видео, показать просто, как делать листинг, пожалуйста, дайте мне знать. Значит, сейчас я просто покажу те категории создания листинга, которые касаются нескольких наименований. Итак, первое место, в котором вы можете и должны обозначить, что у вас листинг с нескольких товаров, это вот здесь, quantity, внизу. Значит, quantity я пишу, что это 2, да, ну, можно написать 3, можно написать 4, но я вообще рекомендую всегда начинать с 2, потому что если у вас 2, то это сразу переводит вас к продаже нескольких товаров. Если вы один товар продали, то на вашем листинге всегда будет показываться only one left. Это тоже мотивирует покупателя. Когда вы говорите, что остался только один товар в наименовании, то это подталкивает покупателя. Так что старайтесь, чтобы у вас был такой bulk листинг, но в нем был только один товар, который остался. И вы постепенно, если этот продался, вы можете еще добавлять, еще и еще. Если, предположим, вы продаете лотами, кстати, я почему-то не вижу, что много наших продавцов так продают, а это очень выгодно, продавать товары большим количеством, ну, предположим, даже junk lots. Ну, я, кстати, снимал об этом видео, ну, в общем, если вы хотите продавать лотами, то можно нажать вот такую кнопочку, получается sell as lot, и здесь вы можете добавить, сколько подобных вещей вы продаете в вашем лоте. Значит, ну, там можно написать 2, 3, 4 и так далее. Но если у вас всего 2, то понятно, то максимум вы можете сделать 2. Теперь, когда мы обозначили, что у нас товаров несколько, мы можем пойти наверх, ну, я так понимаю, что вы добавите, значит, свои фотографии, все остальное, все, что нужно. Вот, смотрите, у нас здесь есть такая вещь, variation, это вариации вашего товара. Вот, мы можем создать разные вариации здесь. Значит, смотрите, можно создать, вот я сейчас нажму на эту кнопочку, добавить, да, здесь можно по длине рукава, предположим, вы продаете длинный рукав, короткий рукав, 3 quarters length, да, разные длины вещи, по цвету, по тому, как он сидит на человеке, fit, loose fit, tight fit и так далее. Какие-то характеристики товара, features, размер, материал, из чего он сделан, pattern, graphics и так далее. А также вы можете просто добавить ваш собственный attribute. Ну, вот давайте посмотрим, например, я хочу добавить цвет. Я могу добавить цвет, видите, он здесь сразу появляется, черный, голубой, коричневый, ну, там любой. Продолжим, я добавляю размер, medium, small, medium, large, ну, и так далее. То есть здесь вы добавляете ваши вариации. И дальше вы называете update variations. И таким образом, теперь, когда вы делаете цену, вы можете здесь вот именно указывать разную цену. Предположим, цена beige, small, цена будет 19,99, add combination, мы добавляем какую-то другую комбинацию на цену, medium, у нас будет, предположим, 22,99, ну, и так далее. То есть вы можете здесь менять цену для разных цветов и для разных размеров, но в моем случае я добавила вот такие вот две вариации. И самое последнее, что я хочу вам показать здесь в листинге, это в самом конце, но это если у вас есть свой магазин, здесь вы можете сделать promotions, да, это продвигать ваши товары, то есть заказать какую-то рекламу, а также, ну, так как наше видео сейчас про продажу нескольких товаров, значит, вот здесь есть volume pricing, вы можете дать дискаунт, скидку вашему покупателю, если они покупают больше, чем одну вещь за раз. То есть это еще дополнительное преимущество того, что у вас есть свой магазин и того, что вы выставляете несколько товаров в одном листинге. предположим, если у вас покупают два и больше, могут сэкономить пять процентов, десять процентов, три и больше, пятнадцать процентов, ну и так далее. Если вы продаете несколько товаров в одном листинге, то вот это то, что вы сможете сделать для того, чтобы помочь просто настроить это все правильно в соответствии с вашей стратегией и помочь увеличить, продвинуть ваши продажи. Так, а теперь давайте пойдем в настройки, посмотрим, что еще мы можем поменять. Итак, мы идем в наш аккаунт в ebay и сайт preferences я нажала вот здесь, значит, настройки нашего сайта и самая первая вещь, которую мы здесь видим sell your item form and listing продайте ваши товары и листинги. Значит, здесь вот эта первая вещь касается именно продажи нескольких товаров. Значит, вы можете показать точное количество ваших товаров в листинге, если количество превышает 10. Я думаю, что это мало кому будет полезно, ну, разве только, что если вы хотите продавать очень много и чтобы вас покупали прямо лотами, да, и вы хотите показать, что у вас есть 100 вещей в наименовании, да, more than 10 available, больше, чем 10 есть в наличии. А также вы можете просто показать точное количество в ваших листингах, так что, если вы это хотите, то это можно сделать. Ну, я не знаю, мне кажется, что покупателям не нужно знать, сколько у вас есть товаров наименовании, чаще всего, разве только, если остался один последний, и тогда очень хорошо дать им знать, что остался один, потому что это увеличивает шансы продаж. И вот вторая вещь. Use out-of-stock option. Вот это очень важная вещь, ее обязательно нужно сделать yes, если вы продаете несколько товаров, потому что, как я уже говорила, все ваши листинги делаются good till cancelled, и когда количество доходит до нуля, если вы сделаете yes, вот эту out-of-stock option, то тогда ваш листинг не закроется, в другом же случае он просто закроется, и вам нужно будет перевыставлять этот товар. А что, если он хорошо продается? Зачем же его закрывать? Тогда используйте эту out-of-stock option, тогда там будет ноль, и бэй не будет с вас брать деньги за этот листинг, так как у вас ноль там стоит, вот, и даже более того, вам вернутся деньги за выставление, если вы там в течение 30 дней, он стоит у вас по нулям, да, но как только у вас добавится этот товар, вы можете пополнить инвентарию, и вам не нужно будет выставлять новый листинг, это очень-очень удобно, рекомендую сделать здесь yes. Итак, вторая, последняя вещь, о которой я хочу вам рассказать, это очень-очень интересно, это shipping preferences, то есть, ваши настройки по доставке. Давайте пойдем сюда, и посмотрим, что здесь можно поменять. Значит, смотрите, вот здесь есть такая вещь, которая называется разрешить combined payments and shipping. Значит, в случае, если вы продаете несколько товаров, вы можете разрешить оплату нескольких товаров одновременно, и плюс дать определенные скидки, или наоборот, добавить цену на доставку. Смотрите, давайте сначала пойдем о совмещенные платежи. Значит, я вот здесь пишу, я разрешаю покупателям послать одну совмещенную оплату за все вещи, которые они купили в течение трех дней, пяти дней, семи дней. Ведь бывает же такое, что один и тот же покупатель покупает ваш товар в течение там одной недели, да? Зачем ему платить несколько раз? Зачем отсылать ему несколько раз? Он может это все сделать одновременно, ну, если вы хотите. Да, я написал у вас в течение там трех дней. А теперь посмотрите, вы здесь можете создать различные правила доставки. Да, вот есть не меняющиеся флэт правила. Вы можете просто добавить какое-то конкретное количество денег на каждый последующий заказ. Предположим, у вас будет стоить пересылка, ну, там, дополнительные 10 долларов на каждый заказ или дополнительные 5 долларов. Или, может быть, наоборот, вы хотите снять какую-то сумму с каждой дополнительной вещи, сделать такую скидку или промоушен, да? Вы это можете сделать вот таким образом, добавить профайл и написать здесь вашу цену в долларах, да? И написать ваш профайл name. Это первое, что вы можете сделать. Второе, у нас здесь есть еще calculated перед шиппинг-дискаунт. Подсчитываемое правило по доставке. Значит, no discount. Дальше вы можете добавить весь вес вместе. Если вы добавляете весь вес вместе, вы также после этого можете еще написать, предположим, добавочную стоимость на обработку каждого дополнительного товара. Вы можете это сделать, когда вы делаете листинг или когда вам уже приходит заказ, или вы можете сделать добавочную стоимость на обработку на каждую дополнительную вещь. Здесь можно собрать весь вес и вот можно еще предположим собрать весь общий вес той посылки и вычесть определенный вес. Ну, для чего? Если вы подсчитываете стоимость пересылки, да, то может быть, смотрите, вы можете отнять, ну, вес, предположим, ваших трех или четырех товаров будет 10 паундов, но для того, чтобы дать им скидку, вы хотите вычесть, скажем, 15 унций. Таким образом, стоимость пересылки будет дешевле. Ну, это тоже как очередная такая скидка, которую, если вы хотите, вы можете дать покупателю. Вот, но то, что я рекомендую сделать, это вот именно вот это вот третье, которое называется promotional shipping rule. Вот, это самая удобная и самая лучшая вещь. Вот, смотрите, здесь очень все удобно. Вы можете сделать правило, так сказать, вашей рекламы, которая прилагается ко всем листингам, в которых есть вот эта скидка на shipping. Значит, смотрите, ну, первое, это вообще не давать дискаунт, второе, минимальная цена для того, чтобы получить combined payment. То есть, вы хотите, например, чтобы получить combined payment, чтобы у вас заказ был минимум на 100 долларов, да, предположим. Или вы можете написать, что минимальная цена для того, чтобы дать бесплатную пересылку. предположим, у вас человек купил там в магазине на 500 долларов. Ну, может быть, вы тогда и соизволите сделать бесплатную пересылку ему, предположим, да, или, ну, или там 200 долларов. Значит, если вы, например, хотите, предположим, человек купил в вашем магазине несколько вещей одновременно, ну, скажем, три вещи, тогда вы дадите ему скидку, правильно? Или вы можете написать максимальный shipping cost, то есть цена вашей доставки за каждый заказ, в котором есть вот эта совмещенная покупка, да, тоже можно это сделать. Очень удобно. Ну, я, например, вот скажу так, предположим, за три вещи, которые, если вы покупаете, я даю пересылку за 40 долларов, если вы покупаете три сразу, ну, я предположим, пишу, да, или я могу вообще убрать пересылку, искать, если вы покупаете три сразу, то я сделаю бесплатную пересылку, ну, и сохранить. То есть такое правило, оно просто дает возможность быть гибким, так сказать, и выстраивать свои собственные правила, в зависимости от вашей стратегии, от ваших кажется, что эта информация очень полезна только для новых продавцов, но я часто вижу, встречаю такие вопросы в сети, вот что делать, у меня там человек купил несколько товаров, да, как мне оформить эту сделку лучше, чтобы получить платеж одновременно, чтобы отправить вещи одновременно и дать какую-то скидку на пересылку, да, то есть разные встречаются вопросы и дела, то есть с помощью этих инструментов в eBay вы сможете легко настроить это все в ваших магазинах, чтобы увеличить ваши продажи. Большое спасибо за внимание, я надеюсь, что эта информация была полезна и интересна для вас. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok